Всех приветствую, с вами канал Азбука Радиосхем Помните, в предыдущем видео мы начали тему разбора операционных усилителей И первая наша схема, это был режим буфера Мы разобрали, для чего он используется Разобрали, как это все работает И я вам обещал это все показать на практике На реальном операционном усилителе Сигнал подавать с генератора, а также использовать осциллограф Но я вам еще обещал разобрать вторую часть этого видео Когда питание будет двухполярное Первый раз мы решили эту проблему Мы добавили в сигнал постоянную составляющую Как бы сместили сигнал по уровню Потому что без этого при однополярном питании Операционный усилитель усиливал только положительную полуволну Отрицательная полуволна очень сильно искажалась И вот мы решили эту проблему смещением А теперь мы решим эту же проблему Используя двухполярное питание Кто помнит нашу схему, которую мы использовали до этого Вот она И как видим, схема немного изменилась Но существенных изменений нет Давайте разберем, какие произошли изменения У нас был один источник питания Сейчас у нас их два Они одинаковые Я использую 5-вольтовые источники питания Хотя можно брать и другие Все зависит от того, какую микросхему вы используете И какой у нее допустимый диапазон питающих напряжений Если кому интересно LM358 Зайдете на мой сайт Там есть даташит и все это посмотрите Если не ошибаюсь, ее порог около 30 с чем-то вольт Это при однополярном питании Минимум 3 вольта при однополярке Теперь у нас минус нашего операционника Не подключен к общему проводу Он не имеет соединения с общим контактом Он идет напрямую на минус второго источника питания И источники питания соединены между собой Плюс с минусом И здесь как раз и подключен наш общий шина Общий провод Он здесь у нас также задействован на нагрузке И на входе Получается у нас теперь идет отдельный общий провод Который никак не соединен с минусом второго источника питания Теперь у нас источник нашего сигнала Подключен как и был через сопротивление 10 кОм Это как бы считаем его выходное сопротивление внутреннее Сразу хочу по этому поводу сделать некоторое разъяснение Для чего этот резистор И почему я именно затронул эту тему В одном из последних комментариев Было написано, что я это делаю неправильно Ну не успел еще ответить Один из моих подписчиков Алексей за меня уже ответил Хотя я чуть позже тоже попытался объяснить Спасибо ему сразу за помощь Сделал это потому, что у моей программы Вот она, иногда также вы меня спрашиваете Что это за программа Если мы выберем генератор То он здесь только присутствует как идеальный И здесь нет изменения его внутреннего сопротивления И чтобы учитывать какое-то реальное сопротивление Мне приходится ставить последовательно резистор Допустим, как и в данном случае Я беру резистор на 10 кОм В комментариях было написано, что я должен был его поставить параллельно Нет, это не так Он должен действительно быть последовательно И образовывать делитель с нашей нагрузкой Ну это было отступление А мы давайте продолжим Выходное сопротивление Это сопротивление считается нашего источника сигнала Оно равно 10 кОм То есть нашего генератора И подается на вход операционного усилителя Все то же самое Теперь запускаем опять симуляцию схемы И что мы видим? Наш сигнал Сейчас на нашей осцилограмме сигналы наложились один на другой Вот я разнес наш сигнал на три различных графика Синий Это входной сигнал Точнее сигнал с нашего генератора Амплитуда 1 Вольт Наш сигнал на самом входе операционного усилителя Так же само Имеет ту же амплитуду 1 Вольт И на выходе Это сигнал на самой нагрузке Те же 1 Вольт Но опять же Это все была теория Это мы делали на компьютерном симуляторе А как это будет все выглядеть на практике Это как раз мы и будем делать в следующем виде На реальной микросхеме На реальном источнике питания И на реальных генераторе и осциллографе Если вы еще не подписаны на мой канал Обязательно подпишитесь Если видео понравилось С вас лайк А на этом всем пока Субтитры сделал DimaTorzok